Всем привет, меня зовут Антон и в этом видео я расскажу как обучаться в современных реалиях, чтобы как можно быстрее стать востребованным, реализованным и зарабатывать первые, но относительно неплохие деньги. А также как обучать людей, чтобы ваши образовательные мероприятия привлекали много людей и чтобы у вас была сильная взаимная любовь. В период карантина этот ролик особо важен, так как у многих людей может быть и никогда не будет такой возможности получить быстрый старт в новом для себя направлении. Потому что нужно за что-то платить, кого-то содержать и поэтому свой собственный рост и свою жизнь они откладывают на потом. Почему я об этом рассказываю и стоит ли слушать меня? Об этом чуть позже, чтобы вам не было скучно и чтобы перейти сразу к полезному, но небольшой спойлер, слушать стоит. Итак, какое знание самое важное в любом деле? Пайплайн. Это самое дорогое, что только может быть. Самое сокровенное знание. Что это такое? Это последовательность производства в любой сфере. Когда вы хотите заняться бизнесом или 3D моделированием, то вы никогда не знаете с чего начать и на что стоит тратить время, а на что нет. И это ужасно, потому что очень часто происходит так, что люди тратят годы на поиск знания, потом из всего этого полезным оказывается только 1%. Если загуглить, как открыть свой бизнес, то если вы хоть немного компетентны в ведении дела, то это вызовет улыбку. Первые строки гугла рекомендуют заниматься услугами автоняни, продажей пивных букетов, но если вы обратите внимание на самых богатых людей в мире, то узнаете, что они сперва находили дело, которым горели, а уже только потом масштабировали его и становились невероятно богатыми. Если загуглить, как начать учить 3D моделирование, то вы увидите много споров на тему того, в какой программе этим заниматься. В комментариях будут сидеть те, у кого нет работы, а бесплатные уроки будут от тех, кто не востребован. Вот вы возьмете какой-то курс, начнете его проходить. Потом окажется, что такой вид модели не подходит для профессионального использования, и за них просто никто не будет платить. А переучиваться сложнее всего. Что с этим делать? В чем проблема? Проблема в том, что люди не знают пайплайна. Например, у нас в видеомейкинге грамотный производственный пайплайн выглядит так. Ты находишь клиента, изучаешь его целевую аудиторию, узнаешь, какие рекламные видео она больше всего любит и какие видео заставляют ее покупать. Собираешь примеры, на основе этого выстраиваешь уместные идеи, утверждаешь с клиентом, потом производишь препродакшн, чтобы подготовиться к съемке и увидеть черновую версию видео. Потом организовываешь съемку, снимаешь, монтируешь, обрабатываешь. Тут прям все делится еще на десятки пайплайнов. А уже потом снова утверждаешь с клиентом, публикуешь и занимаешься раскруткой. И после всего этого анализируешь эффективность рекламного видео. Какой пайплайн у видеографов? Посмотрели, какое видео снял недавно их знакомый видеограф? Приехали на локацию клиента, отсняли, смонтировали и отдали клиенту. Будет это видео работать или нет, им плевать. Почему так происходит? Потому что они не знают настоящую очередность, настоящий пайплайн производства видео. Они слышали где-то слово монтаж, знают, что снимать нужно на камеру, поэтому только это и гуглят. Люди берут то, что находится на расстоянии вытянутой руки. Им лень вставать и начинать поиски того, что действительно важно. Отсутствие пайплайна загоняет людей в тупик и делает их невостребованными. Рынок не нуждается в них и поэтому ребята остаются без работы. Поэтому самое дорогое в обучении это пайплайн. Где больше всего клиентов, в чем они нуждаются и за что готовы постоянно платить, как узнать их потребности, как начать и закончить производство продукта для них так, чтобы они захотели еще, потому что от него есть польза. Эти знания самое бесценное, что вы можете найти. Вы тратите время, когда гуглите монтаж, 3D моделирование, как начать бизнес, а потом вы тратите годы впустую на погружение в тупиковую ветку развития. Я хочу, чтобы вы обучались и обучали так, чтобы в мире становилось больше крутых и талантливых специалистов. Потому что талант дается не от природы. Он раскрывается вместе с личностью человека и приходит к тем, у кого есть упорство и интерес. А сейчас давайте вернемся к тому, чем я занимаюсь и почему к моим словам стоит прислушаться. Я основатель мастерской Исаева, эдакой образовательной площадки. Самый важный наш показатель это не количество продаж, не мои личные финансовые достижения, хотя за них точно не стыдно, а успехи учеников. С самого начала мы отказались от массовости в силу пользы для учащихся и добавили дисциплину, которая отпугивает лентяев. Но зато дает огромные возможности для тех, кто понимает, что просмотр видеоуроков на диване это не обучение, а развлекательное мероприятие. Практически все, кто у нас учились, с очень высокой вероятностью находят работу, заказы и начинают свой путь по карьерной лестнице. Почему? Потому что а. мы даем пайплайн, и б. мы не даем пайплайн, если ученик ничего не делает. Например, есть курс по моушн-дизайну, а еще есть принцип продаж. Начни предлагать людям бесплатно свои услуги, и если они неохотно будут на них соглашаться, то твои услуги не востребованы. Так вот, на курсе по моушн-дизайну в самом начале мы заставляем искать клиентов и объясняем, как это делать. Особых проблем с поиском у ребят нет, поэтому они сразу понимают, что занимаются нужным делом. Они обсуждают с клиентом концепцию, показывают примеры того, что смогут сделать в итоге, это с учетом того, что они приходят с нуля и раньше никогда не занимались моушн-дизайном. Обсуждают детали, а потом подписывают договор на сумму в 1 рубль, чтобы клиент их не обманул. И тут начинается магия. Сперва им нужно сделать монтаж из видеороликов, которые делают профессионалы. Глупцы скажут, что это плагиат, но это не так. Когда мы учимся писать, то сперва мы срисовываем буквы с доски, а уже потом у нас вырабатывается собственный почерк. Если мы будем выдумывать буквы из головы, то мы никогда не научимся писать. Это основа обучения. Мы даем им обратку, чтобы они убедились, что это хорошая идея, а затем начинается блокинг. Это черновые виды сцен, которые они делают уже своими руками. Это очень круто тем, что на ранней стадии ребята могут быть уверены, что динамика видеоролика выглядит достаточно динамично, и дальнейшая работа будет проделана не зря. А как обычно проходят подобные курсы, их сразу учат брать модель, делать одну сцену с ней, анимировать, добавлять материалы. А какой в этом толк, если ученики не знают, как применить это в деле? Они не знают, как сделать полноценный продукт, который будет нужен клиенту. Чтобы таким людям хоть немного быть жизнеспособными, им нужен арт-директор, но при этом они не нужны ему. Почему? Потому что хороший арт-директор – это занятой человек, который не хочет быть няней для кого-то. Он дает вам задание и хочет получить результат, который нуждается в минимальном количестве правок, а не в пинках на каждом шагу производства. В итоге такие курсы создают миллионы людей, которые только и могут дискутировать в комментариях и строить теории на тему чего-то. Когда готов грубый блокинг, и мы убедились, что ученик на практике доказал, что понял основы, то мы пропускаем его на новый этап. Он доказал, что он умеет, а не просто посмотрел уроки и думает, что умеет. И теперь готов из этой болванки делать первые шаги в сторону создания красивой картинки. Поэтому на втором этапе он наполняет сцену 3D-моделями, на третьем этапе добавляет свет, материалы, а на четвертом приводит всю сцену в общий красивый вид, цветокорит, утверждает с клиентом, они публикуют и занимаются раскруткой. Вот это обучение. Мало того, что ученик убедился, что его продукт нужен, так он еще и прошелся по всем этапам производства. После этого он может хоть в 3D-моделинг удариться. Теперь он знает, какими должны быть 3D-модели, чтобы угодить тем, кто будет дальше с ними работать. Да и бизнес свой он сможет открыть, потому что знает, что нужно клиентам и как составлять задания моушн-дизайнерам, которые будут работать на него. Производство продукта от А до Я это самые важные знания, которые могут быть. Но как их искать, если сейчас почти ни одна образовательная площадка их не дает? С чего начать, если нет денег на платное обучение или нет доверия к тем, у кого хочешь учиться? Если бы было единое простое решение, то мир был бы переполнен людьми, которые выбирают правильное направление и не стоят на месте. Ответ просто, в отличие от его реализации. Чтобы получить пайплайн, нужно проситься помощником к человеку, который успешен в сфере, либо просить его напрямую поделиться знаниями и поучаствовать в процессе. Не каждый человек согласится на это, даже за деньги. Но именно этим в первую очередь и нужно заниматься. Когда я создаю какой-либо курс и не до конца понимаю пайплайн работы в этой сфере, то я связываюсь с людьми, которые очень хороши в своем деле и веду с ними долгий диалог об их работе. Сперва я изучаю, чем занимается самая лучшая и самая востребованная студия. Затем изучаю вакансии хотя бы в нескольких десятках таких организаций. Списываюсь со специалистами, которые уже трудоустроены, общаюсь с ними. В силу деталей контракта не все могут назвать свой уклад, но это не мешает мне узнать, будет ли востребован наш выпускник. У этих же студий и специалистов я узнаю, какие навыки больше всего нужны молодым специалистам, чтобы начать карьеру мечты. А уже потом на основе всех полученных знаний и пайплайна строю курс, который даст лучшую на рынке базу для новичка. И это работает. Вы не найдете на рынке курсов, которые давали бы больше эффективных знаний, нежели мы за такой короткий срок. От двух недель до пары месяцев человек уже может работать в какой-нибудь студии. Обучение должно быть эффективным и давать людям то, в чем они нуждаются, а не то, о чем просят. У нас, например, нет курса по DaVinci, пока что, или курса по Blender, хотя эти программы сейчас очень популярны в сообществах. Люди хотят эти курсы, они активно скачивают и изучают эти программы, но это не даст им ту востребованность, о которой они мечтают. Если бы я захотел создать курс с DaVinci, то это был бы курс о колористике, в котором на первом этапе изучают не интерфейс программы, а учатся совмещать цвета в одной картинке, для того, чтобы человек развил сперва видение. Модель обучения должна быть применимой на рынке, иначе это превращается в развлекательное мероприятие. Если вы создаете образовательные курсы, то прекратите продавать видеоуроки. Добывайте пайплайн любой ценой и давайте его. Тогда вас запомнят как людей, которые стремились сделать мир лучше. А если вы ищите способ обзавестись знаниями, которые сделали бы вас востребованным специалистом, то не теряйте время и ищите способ узнать, как выглядит процесс производства в вашей сфере от А до Я. Это, конечно, сложнее, чем доверять свое будущее первым строчкам в поиске веке, но оно стоит того. С вами была мастерская Исаева, меня зовут Антон, и на этом пока все. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова